Доброе утро! Вот говорят, что в человеке могут уживаться сразу двое. Ангелы, демон, добро и зло, иногда даже мужчина и женщина. Но мне кажется, что это не совсем так. То есть сторон может быть гораздо больше. Как у бриллианта, пролилепипеда или, например, граненого стакана. Кому какое сравнение больше нравится. Я к тому, что не нужно бояться быть разным. Сегодня остроумным, завтра слегка заторможенным, сегодня творческим, потом прагматичным. Можно даже быть добрым, а затем передумать и стать чуть-чуть циничным. Только ненадолго. Ищите себя и не останавливайтесь в этом поиске. Мы тоже постоянно меняемся вместе с нашими корреспондентами. Сегодня мы одни, завтра немного другие, а сейчас вот какие. Экскурсия по будущему зоопарку. Если он и будет, то какой? Скажи диете «да», а стрессу «нет». Я тебя никогда не забуду. Слова Вознесенского о нем самом. Будущее человечества. Какое оно у фантастов. Никто так не умеет, как я не умею. Вот такая головоломка. На самом деле она про то, как у кого-то получается что-то лучше других. Лично у меня, наверное, получается отдыхать. Ну и мужа с дочерью любить. А вот что у других пермяков получается лучше, сейчас узнаем. Партнер рубрики «Люди говорят» сеть магазинов «Мир домашней техники». Я умею лучше других танцевать на льду. Мы умеем лучше других делать ремонт ванной. Я лучше других умею любить своего мужа, своих детей, своего кота, свою мамочку, своего папочку. Я люблю жизнь. Так же, как все обычные рядовые граждане. Никаких выдающихся талантов. Очень хорошо получается заниматься механикой, то есть ремонтировать машины. Ходовую часть, ну и, соответственно, двигатель. Да жить я умею лучше других. Вот что я умею. Это точно. Я умею лучше других свечать Новый год, кататься на огоньках, отдыхать, усилиться. Подарок на Новый год, который пришлось отложить на две недели. Это я про театр в Кудымкаре. Вчера мы говорили о том, что его наконец-то сдали, хотя акт о сдачу подписали еще 31 декабря. Надеемся, следующий Новый год жители Кудымкара проведут в его стенах на каком-нибудь голубом огоньке. Театр начинается с вешалки. Вот и гардероб Кудымкарского театра впервые заработал для зрителей. Подтягиваются местные жители. Наконец-то здесь дают первый концерт. Мы уже и сами его заждались. За последний год мы побывали здесь уже 4 раза. В начале 2013-го строители только начинали облицовывать колонны, а снаружи театра были леса. Сейчас парадный вход вы видите сами. А мы уже побывали внутри и оценили помещение и новую большую сцену. 12-летняя эпопея строительства закончилась 31 декабря 2013-го. Тогда был подписан акт о сдаче объекта. Сумма строительства достигла 1 миллиарда рублей. Скачок в работе произошел в начале прошлого года. Тогда театр под особый контроль взял губернатор края Виктор Басаргин. Стройку проверяли каждую неделю. Огромное желание всех участников этого процесса просто завершить и отдать должное тем людям, которые живут здесь, в Куми-Пельмятском округе, в городе Кудымкаре, с точки зрения того, чтобы здесь все-таки возродилась национальная культура. Сейчас здесь современная звуковая аппаратура, сотни прожекторов и софитов, новая поворотная сцена и большой зал на 300 мест. Скоро в театре запустят переводную систему, то есть наушники и субтитры, чтобы все могли смотреть спектакли на национальных языках. А к новому театральному сезону в планах руководства привлечь сюда 9 артистов из Петербурга. Это будет центром культуры Пермского края, это будет культурным центром финно-угорских народов. Дальше мы планируем гастроли Удмуртского театра, Национального театра из Республики Коми. Мы здесь планируем провести фестивали финно-угорских театров. Сейчас здесь осталось снабдить оборудованием цеха по изготовлению декораций. Это сделают до 1 марта. К середине лета закончат с благоустройством территории перед театром. А творческий коллектив уже репетирует спектакль для большой сцены. Вариантов много. Это и «Трактирщица», «Кровавая свадьба», «Дульсинья Табоская». Примеру покажут зрителям 27 марта в Международный день театра. Рустам Багизов, Антон Кошелев, телекомпания «Ветта». Мы уже рассказывали и показывали вам, что депутаты законодательного собрания включились в работу. Задача на этот год – привести в порядок местные законы на московский манер, то есть федеральный. Показываем, как началась работа. На 2014-е у пермских депутатов планов громадьё. Ключевые вопросы – социальные. Речь как о законопроектах идёт, так и о контроле за исполнением уже вступивших в силу указов. Не только региональных. Год только наступил, а о каприкамских законотворцев уже зорко следит и за выполнением федеральных нормативов. Надзор за доходами бюджетников на первом месте. Я бы считал, глубже надо показывать. Не только администра до уборщицы разделили, как раньше было. Средняя температура по больнице. И докладывает президент – указ выполнен. Так я считаю, он не выполнен. Что роднит уральские парламенты в этом году? Вопросы ЖКХ в приоритете повсеместно. Как капитальный ремонт в многоквартирных домах делать и в какую сумму жильцам это обойдётся? Уже в январе решать будут депутаты-челябинцы. В феврале свердловчане, пермики положения в фонде капитального ремонта тоже планируют в сжатые сроки рассмотреть. Вообще, особенность этого года – важные региональные законы будут приниматься по мотивам федеральных. Планы на весеннюю сессию у пермских парламентариев грандиозные. Предстоит большая работа по приведению регионального законодательства в соответствии с федеральными нормативами. Это касается и закона об образовании. Государственная дума задала вектор развития отрасли. А на местах документы уже с учётом региональных особенностей принимаются. Мы предоставляем право национальным, скажем так, диаспорам, людям, проживающим компактно, в татарских сёлах, в Коми и Пермятском округе, получать образование в том числе на своём национальном языке. Всем законодательным инициативам в этом году строгий расчёт их стоимости прописан. Состояние региональной казны далеко от идеала. Надо уметь работать с дефицитным бюджетом. Это сложный процесс, но это и перспективный с точки зрения достижения конечных целей. В сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа Перм по бюджетным показателям действительно выглядит пока неплохо. Если занимать и будем, то по минимуму, говорят депутаты, важно, что все социальные обязательства в Прикамье будут выполнены в полном объёме. Олег Хватский, Иван Ворончихин, Дмитрий Мелкомуков, телекомпания «ВЕТТА». Не ходите, дети, в Африку гулять. Ходите в Черняевский лес. Там скоро будет лучше, чем в Африке. Там будет зоопарк. Хотя лично моя позиция, что там для него не самое лучшее место. Но это субъективный взгляд. А пока там зоопарка нет, есть возможность помечтать. Как всё оно будет? Вот эта вот полоса сосен, на её месте будут горры, то есть их не будет. Вот их в принципе не будет ни одной. Не хоже на метропами будущего зоопарка журналистов ведёт Игорь Аверкиев. Гражданский лидер ратует против вырубки деревьев в особо охраняемой природной территории. Такой статус парк получил ещё в 1981 году. В этой части леса, где будут орлы, грифы и так далее, лес где-то на 70-80% будет вырублен. По проекту строительства зоопарка в Черняевском лесу вырубки должны подвергнуться порядка 20% массива. Игорь Аверкиев уверен, цифра занижена. Срубить планируют деревья диаметром менее 30 сантиметров. Таких тут большинство. Это вот рубить, рубить, рубить. Аверкиев уверен, благоустройство парка под зоопарк повредит местной фауне. По подсчётам активистов, на территории Черняевского леса обитает почти сотня видов различной живности. Возведённые стены зоопарка сместят с насиженных мест знакомую всем популяцию белок. А также малоизвестный прайд местных бомжей, облюбовавших эту территорию в летние месяцы. Я тут с ними в своё время знакомился. Иногда еду приносил и порно-журналы, кстати сказать, не приносил. Ну, тоже вот там важно это всё. Вот, так что, в общем, как раз на этом месте будет полярная зона. Про белого медведя там и так далее. Вот как раз одно из грамотных решений в этом зоопарке. Сейчас территория парка насчитывает 686 гектаров. Зимой здесь прокладывают лыжные трассы. На их месте по плану могут расположиться вольеры со слонами, лосями, медведями. Летом прогулочные маршруты ведут в центр парка. По некой иронии, то место в плане зоопарка называется «Страна обезьян». Этот парк весь запущенный. Его надо, если кто-то следил за ним, а то, посмотрите, что. А сколько деревьев всех уже старые, поломанные. Нормально будет. И зверям будет лучше. Может, для животных и получше будет, но будут опять сносить деревья. Парк уменьшится. Тот зоопарк, что сейчас, это не зоопарк, это не условие зоопарка. Просто, мне кажется, издевательство. Ну, мне кажется, ведь можно рационально как-то вот распределить, где-то вырубить, где-то оставить деревья. Где гулять будете, если парк здесь будет? Так я же говорю, я против. Я говорю, нигде буду гулять. А где же гулять? Хорошо, очень хорошо. Нет, не хорошо. Хорошо, нет. Благородие следить будут за то, что тут бардак творится. Нет, я так понимаю. Так весь лес засорен. Нет, все лиц. В черте города будет запах и уничтожится Болотовский лес. Вот это место отдыха всех наших граждан. Ну, так вот, дети сейчас подрастут, будут ходить в зоопарк. В выходные активисты собираются провести в парке акцию. Все деревья, которые могут подвергнуться вырубке, пометят сигнальными оранжевыми лентами. Роман Четин, Иван Варанчихин, телекомпания ВЕТА. Как выйти на работу после новогодних праздников? Ну, некоторые считают, что лучше просто на нее не выходить. Например, взять больничный. А вот как привести себя в нормальную физическую форму после длительных застолий? Задача эта гораздо более трудная и не одного дня. Многие начинают экстренно худеть, вообще не едят, пьют одну только воду. А это самый короткий путь к стрессу. Новогодние праздники для очень многих пермяков не прошли без последствий. Тотальное переедание наряду с большим количеством алкоголя нанесли свой удар по организму. Но каникулы закончились, и у многих возникло желание вернуться в прежнюю форму. Однако полный отказ от пищи может стать новым стрессом. Поэтому переход должен быть поэтапным, говорит диетолог Александр Шадрин. Гришили мы сколько там месяц, ну приблизительно дней 20-то точно. И соответственно нам надо компенсировать это такой же месячной диетой, месячным питанием. Туда не должно входить, ну например, или ограничить мясные продукты, сдобную пищу, какие-то пряности, например, перец. То есть все, что дает нагрузку на организм. Ну и естественно алкоголь. По мнению специалистов необходимо больше спать, пить по утрам свежевыжатый лимонный сок, употреблять в пищу различные каши и растительные продукты. И конечно же как можно больше времени проводить на открытом воздухе. Гулять, бегать на лыжах и совершать физические нагрузки. Вот такими вот методами приходится избавляться от последствий переедания салата оливье, который был в новогоднюю ночь. Ну и от того маленького бутербродика в рождественские праздники. Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, спина прямая, в пояснице прогиб. Поехали. Дышим, дышим, дышим. Но нагружать организм упражнениями для быстрого достижения результата самостоятельно не стоит. Это чревато последствиями. Могут проявиться скрытые заболевания. Лучше для начала проконсультироваться с врачом или тренером. И если противопоказаний нет, то можно приступать к активным нагрузкам. Нет, не экспресс-курс. Это высокоинтенсивные тренировки. Отдыха поменьше. Естественно, человек очень сильно нагружается. Очень много упражнений. Ну, как много. Круговая тренировка существует для того, чтобы сбросить лишний вес. Либо это кардио какие-то, нагрузки всевозможные. Больше движений, больше интенсивности. Вновь переводить себя в порядок намного сложнее. В первую очередь психологически. В этом сходятся все специалисты. Поэтому настрой на здоровый образ жизни должен быть именно в голове. Ритя Збарауско с Ярослав Алакин. Телекомпания ВЕТТО. Говорят, чтобы влиться в толпу, не обязательно выходить на улицу. Можно, сидя дома, зайти в интернет, посмотреть телевизор, ну или развернуть газету. Потому что новости, они объединяют. Так что объединяйтесь вместе с нашим пресс-парадом. Спонсор рубрики Сеть отделов межкомнатных дверей ArtLock от российской фабрики Захаровские двери. Королева Великобритании наградила почетного профессора Пермского классического университета Орденом, пишет газета «Звезда». Указом Королевы Великобритании Елизаветы II, почетный профессор Пермского университета Карен Хьюитт, награждена Орденом Британской империи в области международной деятельности за развитие научных и культурных связей Великобритании и России. Как рыцарские звания, Орден является частью британской наградной системы и вручается ежегодно с 1890 года, в канун новогодних праздников. По словам президента Пермского госуниверситета Владимира Маланина, это знаковая и почетная награда. «Очень приятно, что наше сотрудничество с Карен Хьюитт стало основой ее очень системной, успешной и эффективной работы по развитию связей в области образования Оксфорда, прежде всего с университетом, городом Пермью, Пермским краем и Россией». Карен Хьюитт автор большого количества работ по проблемам развития английской и русской литератур. С 1989 года ведет активную работу по установлению, расширению и укреплению связей Пермского университета с различными колледжами Оксфордского университета. С 1991 года она регулярно приезжает в Пермь для чтения лекций и проведения занятий со студентами гуманитарных факультетов университета. Наиболее влиятельной фигурой при Камье в 2013-м, как и ожидалось, стал губернатор Пермского края Виктор Басаргин, хотя год выдался для него не из легких. Принятие дефицитного бюджета, появление фронта в законодательном собрании Пермского края, не утихающие скандалы, связанные с приватизацией аэропорта. Это далеко не полный перечень проблем, которые в спешном порядке приходилось решать главе региона в прошлом году. Ну а самым влиятельным депутатом, по оценкам экспертов «Звезды», стал Дмитрий Скриванов, и похоже, что даже скандальное исключение его из полицовета регионального отделения партии «Единая Россия» не сумело пошатнуть крепости позиций. У него второе место. На четвертом месте в турнирной таблице расположился председатель краевого правительства Геннадий Тушналобов, справедливо считающийся региональным политиком-тяжеловесом. Третье место в рейтинге занял Николай Демкин, пятый Юрий Борисовец, генеральный директор общества «Лукоил Перем» Александр Лейфрид на шестой позиции, глава губернаторской администрации Дмитрий Самойлов и его заместитель Сергей Юрпалов, соответственно, седьмое и восьмое место. На девятом начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса «ФАС России» Дмитрий Махонин. Полный список участников рейтинга читайте в статье «Групповой перевес» в свежем выпуске «Газеты «Звезда». Канадская компания, минувшей осенью анонсировавшая намерение инвестировать средства в реконструкцию железнодорожного вокзала «Перм-2», теперь заинтересовалась проектами коммерческой недвижимости в Перми. По информации газеты «Коммерсант», компания «Тринити Девелопмент Групп» вышла с предложением к владельцам участка на территории красных казарм. Здесь девелопер готов построить торговый центр площадью до 100 тысяч квадратных метров. Собственник земли «Строяльянс Мотовильхинские заводы» пока не принял окончательного решения о сотрудничестве. Участники рынка называют актив, привлекавший канадцев, одной из самых привлекательных площадок в городе. Как сообщил коммерсанту гендиректор общества «Строяльянс Мотовильхинский завод» Александр Колчанов, канадская компания вышла с предложением о строительстве торгового центра на территории Арсенала в декабре прошлого года. Площадь объекта может составить 80-100 тысяч квадратных метров. По проекту планировки у нас под торговый центр отводилось 4 гектара, пояснил он. Собеседник коммерсанта отметил, что окончательного решения по предложению Trinity Development Group не принято. «К нам обращаются и другие интересанты на эту площадку. Практически все, кто хочет выйти в Пермь», добавил он. Источник близких к собственникам земли уточнил, что канадский девелопер в настоящее время рассматривается как основной претендент. Получить комментарий Trinity Development Group коммерсанту вчера не удалось. Музей Перм съезжает на съемную квартиру. Газета «Новый компаньон» сообщает, что найдено временное помещение для музея современного искусства Перм. Музею предложено разместиться в новом трехэтажном офисном здании на улице Пермская, 68. Здание общей площадью 1700 квадратных метров – девелоперский проект, ориентированный на сдачу офиса в аренду. Краевой Минкульт намерен арендовать это здание до тех пор, пока не будет проведена реконструкция трамвайного депо «Разгуляй» и приспособление его под нужды музея. Планируется, что переезд осуществится в ближайшее время. На следующей неделе директор музея Перм Елена Петрова отправится в командировку в Москву для встречи с предполагаемым куратором музея Ольгой Свибловой. Ожидается, что именно Свиблова подготовит первую выставку в новом помещении. Многие россияне до сих пор продолжают хранить деньги в тумбочке, а не в банке, потому что не уверены в надежности последних. Даже поэтому они реже расплачиваются картой, чем наличкой. Боятся, что снимут их средства со счета. У всех свои правила денег. При этом большинство участников опроса не считают необходимым что-то делать для их сохранения. Только 8% следят за работой своего банка. И примерно 2% уверены, что выбрали надежный банк для хранения вкладов. В конце года Банк России косвенно ответил на вопрос о том, как выяснить, достаточно ли надежен ваш банк. На сайте правительства есть список банков, отобранных для обеспечения сделок по госзакупкам. В этих банках операторы электронных площадок с 1 января могут открывать счета, на которые затем перечислять деньги для обеспечения заявок для государственных закупок. Порогом отсечения определен капитал, который должен быть не менее 35 миллиардов рублей, а также участие в системе страхования вкладов. Таким образом, банки с меньшим капиталом изначально признаются правительством менее надежными. Некоторые эксперты уже заявили, что появление этого списка может навредить тем банкам, которые туда не попали. Это были «Правила денег». «Я тебя никогда не забуду». Эти строчки из стихотворения Андрея Вознесенского стали посвящением самому автору, от почитателя его творчества. О нем снимают кино и пишут книги. Чтение не менее увлекательное, скажу я вам, чем стихи поэта. Предлагаю оценить это вместе с Юрием Беликовым. Книги делают человека умнее, а ковры – богаче. С уважением и верой в ваши силы. Сеть магазинов «Планета ковров». Здравствуйте. В 2007 году в кафе московской гостиницы «Рэдисон Славянская» мы условились о встрече с Андреем Вознесенским. Я знал, что ему не здоровится, причем не здоровится катастрофически. Каково же было мое удивление, когда за столиком, где сидел поэт, я увидел молодую, довольно симпатичную особу – Анна Вронская, – представилась она. В памяти моей мгновенно сфокусировалась история о любви Вознесенского к одной юной актрисе. Говорили, что от этого союза родилась дочь. Передо мной сидела ее мама. Я успел сделать тогда несколько снимков. Один из них мне кажется мистическим. Андрей Вознесенский и Анна Вронская. А на дальнем плане – две уходящих фигурки. Итак. Первого июня 2010 года земной путь Андрея Вознесенского оборвался. Мы стали переписываться с Анной Вронской, которая живет в США. К тому времени их общее с Андреем дитя, названное Ариной, повзрослело и даже успело подарить своему знаменитому деду-внука, которого назвали Андреем. Фамилия у него такая же громкая – Вознесенский. Анна писала мне, что почти каждый день Андрей Вознесенский-старший возвращается к ней то неожиданно запульсировавшей строчкой, то стихотворным посвящением, то старинными черно-белыми фото. Некоторые из них Анна прислала мне по электронной почте. Глядя на эти снимки, убеждаешься, что это был не один из романов, которые сопровождают жизнь поэтов, а подлинное, долговременное чувство. Анна сообщила мне, что их дочь Арина дала первое в своей жизни интервью старинному другу Андрея, известному журналисту Феликсу Медведеву. И когда я раскрыл эту книгу, вышедшую в серии «Лучшие биографии», может быть, с единственно верным названием, которое у всех на слуху «Я тебя никогда не забуду», то обнаружил здесь то самое интервью. Думаю, эти слова дочери великого русского поэта для широкого круга читателей прозвучат впервые. До последнего папиного дня у них была высокая любовь. Однажды мама в моем присутствии сказала, что у него есть другой дом, и он должен уходить. Папа не хотел, чтобы я это знала, и всегда просил маму подождать, пока я подрасту. Потом у Вознесенского родятся строки. Ты вырастаешь, дочка, вырастаешь. Недавно в Булгаковском доме-музее, том самом, что описан в «Мастере и Маргарите», ко мне подошел известный астрофизик и композитор Леонид Тимошенко, чье имя в 2002 году вошло в список великих граждан планеты наряду с Пласида Доминго, королевой Великобритании Елизаветой II и Нельсоном Манделлой. Леонид передал для нашей книжной полки написанные им «Хроники Нового Ковчега». Думаю, стоит прислушаться, все-таки написано одним из великих граждан планеты. Наш проект дрейфующего ковчега. Даст шанс спасения неограниченного количества людей. Сколько их будет построено, столько и будет людей спасено. Если события мировой истории будут развиваться по благоприятному сценарию и катаклизмы не перерастут в глобальный масштаб затопления, то ковчеги могут продолжать служить подводными экскурсионными залами в мир морей и океанов. Конец цитата. Все-таки каков автор, таково и название книги. Возьмем то, что на слуху. Географ Глобус Пропил, Алексей Иванов. В названии интрига, драма можно брать в поговорки. Но вот у меня в руках новоиспеченный роман Игоря Симонова, в названии которого, казалось бы, тоже обозначена профессиональная принадлежность. Год маркетолога. Впрочем, стали бы вы читать роман с таким названием. Лично я нет. Мертвое, безжизненное слово. Но я сделал над собой усилие. Открыл этот год маркетолога. Тем более, что на заднике обозначено роман Игоря Симонова, удивительно мудрый текст и подпись Эдуард Баяков. А вот еще. Автор очень точно и оригинально препарирует современную действительность. И лейбл Алексей Учитель. Вы прониклись? Тогда будет достаточно одной цитаты. «Информация эта дошла до президента нашей компании, который, надо полагать, кому-то сильно вставил за то, что в таком понятном, если смотреть из штата Коннектикут, глобальном мире случаются такие казусы». Вот вам по-баяковски мудрый и поучительски оригинальный текст «Года маркетолога». Этот ряд легко продолжить. «Час косметолога» и «Век проктолога». Согласитесь, последнее название обещает больше. Есть текущее событие. А есть текущая литература. Язык не поворачивается назвать ее русской. Хотя одна из якобы престижных отечественных премий в области литературы называется «Русский букер». Странное, не правда ли, словосочетание, если вдуматься, может ли букер быть русским? Куда же эта литература течет? А из русского букера в сторону премий «Большая книга», а из «Большой книги» прямиком в национальный бестселлер. Но никуда не впадает. На этом фоне, когда писатели превратились в премиальных умельцев, не имеющих никакого отношения к современности со всеми ее бедами, хочется услышать страстный, резкий голос. Вот почему в следующей передаче я познакомлю вас с публицистической книгой Станислава Куняева «Шляхта и мы». До встречи. Мы привыкли верить в светлое будущее. Видно, засели в голове старые установки. Да и по природе своей мы все-таки оптимисты. Но вот кинематографисты-фантасты предсказывают человечеству почему-то мрачное будущее. О какой оно в деталях, расскажет Игорь Чарный. Здравствуйте. Кассовые сборы этого фильма превзошли его ничтожный бюджет в сотни раз. Благодаря этому Безумный Макс был включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый прибыльный фильм в свете. В недалеком будущем цивилизации настанет конец. Не останется героев. Его постановщик нашел верный путь для воплощения своих художественных пристрастий, избрав жанр постапокалиптического фантастического боевика, проникнутого идеями мрачных антиутопий. Останутся только психопаты и дорожные патрули полиции. Полицейский Макс из недалекого будущего был прозван безумным за непримиримую, жестокую, тотальную борьбу с дорожными бандами еще более сумасшедших отщепенцев. В этой войне не на жизнь, а на смерть погибает жена и ребенок Макса. Отныне его месть бандитам становится особенно безжаловной. Да, это действительно Мэл Гибсон, образца 1979 года. Сейчас режиссер «Безумного Макса» снимает ремейк своего хита. Выйдет он на экраны на будущий год. Безумный Макс. Карательная сила будущего. Но праздник на улице любителей постапокалипсиса уже начался, ведь на большие экраны вышла колония. Нечасто в последнее время умный фильм можно увидеть на экранах кинотеатров. Странно, но все чаще именно постапокалиптическое кино несет в себе хоть какой-то смысл. Однажды ты просыпаешься и понимаешь, что мир, в котором ты живешь, изменился навсегда. Ты осознаешь, что уже поздно что-то менять и уже ничего не вернуть. Мы жили и не задумывались о том, что человек не может все время идти против природы. После природного катаклизма под ледяной поверхностью покрывший землю, а оставшиеся в живых люди собрались в колонию 7 и пытаются выжить, несмотря на сокращающиеся запасы продовольствия. Колония 5, ответьте! Они еще поддерживают связь с колонией 5, но после того, как контакт с ними теряется, группа смельчаков отправляется в опасную экспедицию. Живые еще есть? Это как сказать? Господи! Режиссер возыгрывает хрестоматийные психологические конфликты, интересов, лидерства, стремления выжить и не забывает подкинуть зрителю, оторопевшему от отсутствия в фильмах классических сверхъестественных мутантов или пришельцев вопрос, мучающих все поколения философов. Почему одни в диких, непереносимых, экстремальных условиях не теряют человеческих качеств, а другие в тех же обстоятельствах в буквальном смысле превращаются в каннибалов? Приятно, что кино продолжает ставить перед зрителем серьезные вопросы. С вами был Игорь Чарный. Самые здоровые родители – те, у кого здоровые дети. Потому что нервничать и переживать приходится гораздо меньше. Партнер проекта – лаборатория «Медлаб-экспресс». «Медлаб-экспресс» – правильная лаборатория, правильный диагноз. Каждый раз, когда кто-то из моих младших детей затихает больше, чем на 5 минут, я понимаю, что, возможно, в это время они пытаются исцарапать мебель или научить хомячка подводному плаванию. О том, как сделать дом безопасным, поговорим вместе. По своему опыту прекрасно помню, как каждый раз, принося из роддома маленький сверточек, перевязанный ленточкой, ты сначала с нетерпением ждешь, когда же он, наконец, поползет и пойдет, а уже буквально через год, собирая осколки очередной разбитой малышом вазочки, с ностальгией вспоминаешь время, когда он тихонько сопел в колыбельке и не лез маленькими пальчиками в каждую розетку. Думаю, это знакомо каждому родителю. О том, как оградить малыша от таящихся в квартире опасности, я решила поговорить с опытной мамой. Я могу посоветовать в первую очередь взглянуть на квартиру глазами ребенка и понять, что все, что он еще не видел и что он не трогал, он захочет обязательно взять и пощупать. Поэтому я рекомендую в первый вообще год жизни максимально убрать на высоту метр и более все опасные предметы, про которые ребенку нельзя объяснить, что они могут его ранить каким-то образом. А все, что, ну скажем так, доступно для его исследования, можно оставить. Давайте поподробнее остановимся на крайне опасных для малыша моментах. Итак, проследите, чтобы ребенок не мог дотянуться и стащить на себя такие предметы, как утюг, электрический чайник и прочие электробитовые приборы. Провода лучше спрятать в кабель-канал, так как малыши-ползунки очень любят их грызть, как бы странно это ни звучало. Особого внимания заслуживает плита. Когда вы не готовите, газ лучше перекрыть, если плита газовая. Для электрической плиты тоже лучше установить некий переключатель, недоступный для юного исследователя. Что касается электрических розеток, как правило, они убраны из-за мебели, но те, которые не убраны, в отношении именно розеток есть железное правило. То есть ребенку сразу четко дается понять, что ни при каких обстоятельствах он не трогает розетки, не засовывает туда пальцы и другие посторонние предметы. Относительно плиты я рефлекторно не готовлю на двух ближних конфорках. И максимально, если так уж случается, что заняты все, то по мере готовности еды я переставляю дальше от края. Помимо огня и горячих предметов, обратите свое внимание на воду. Никогда и ни при каких обстоятельствах не оставляйте маленького ребенка одного в ванной. Это аксиома, не требующая доказательств. Еще один важный момент – домашняя аптечка. Всех детей привлекают разноцветные коробочки с красивыми таблетками. Уберите все лекарства так далеко и высоко, как только можно. Лично я держу свою аптечку далеко на антресоле. Да, это неудобно для вас, но зато безопасно для вашего малыша. Это же касается всей бытовой химии и ядовитых пищевых продуктов вроде уксусной инсенции. Если у вас есть подозрение, что ребенок все-таки добрался до лекарств и съел одно из них, немедленно вызывайте скорую. Лучше перестраховаться. А вообще, каждой маме стоит навсегда смириться с мыслью, что для ребенка нет практически ничего невозможного. Он может проглотить ваши бусы и разжечь костер на вашем ковре. Утешает одно – этот возраст быстро проходит, а малыша ждут впереди новые и новые исследования. Чехов как-то сказал, ехать в Париж со своей женой – все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром. Ну, не знаю, может, француженки той поры и были краши русских женщин, но сейчас акценты явно сместились. Наших россиянок считают чуть ли не самыми красивыми. Так что, если у вас есть жена, не бойтесь везти ее в Париж. Она там еще фурор произведет. В этом городе каждый может найти свой любимый маршрут по модным бутикам или блошиным рынкам, или по Парижу классическому с его главными достопримечательностями. А можно пройти по местам, где в воздухе витает атмосфера творчества по кварталу художников Мон Мартр. Так называется самый высокий из семи холмов, на которых лежит Париж. Еще в начале 20 века этот район был похож на деревню с фермами, курятниками, полями и виноградниками. Жилье здесь было очень дешевым, что привлекало на Мон Мартр непризнанных художников, позже ставших великими. Здесь жили Ренуар и Дега, Тулуз, Лотрек и Ван Гог, Пикассо и Дали. Символ Мон Мартра, базилика Святого Сердца или Сакрайкер, расположена на вершине холма в самой высокой точке города. Широкая лестница сбегает от храма к смотровой площадке, находящейся на 100 метрах выше уровня сены. Вид, открывающийся отсюда, хорошо знаком любителям живописи по картине Ван Гога «Виц Мон Мартра». На набережной на левом берегу сены находится один из самых знаменитых музеев мира. Не каждая столица и даже не каждое государство может похвастаться музеем, который столь полно представляет искусство страны. В 1889 году компания железных дорог «Париж-Орлиан» поручила архитектору Виктору Лалу строительство вокзала Дорсе. С годами вокзал технически устарел и был заброшен, пока в 1986 году не получил вторую жизнь в качестве музея французского искусства, который сегодня в первую очередь славится своим собранием импрессионистов. Популярность этого музея, возможно, объясняется еще и тем, что дух этих художников жив в Париже и сегодня. В столице Франции на каждом шагу можно встретить художников, актеров и музыкантов. На мостах, улицах и в подземных переходах они дарят свою музыку, а вместе с ней и ощущение умиротворенности и счастья. Такое можно почувствовать только в Париже. С вами была программа «Отдых и туризм». До новых встреч. Удачных путешествий. Мы много и долго любим рассуждать на тему, какой он идеальный чиновник или, например, дорожник. Чтобы взяток не брал, дворы наши убирал до чистого асфальта. Мы решили спросить об этом Пермяков, а заодно и язнавидящих с астрологами. Только об этом сегодня вечером в 19 и в 21 час. Вы, наверное, замечали рекламные агитки на улицах нашего города. Пятница погубит субботу. Думаю, это относится не только к чрезмерному употреблению спиртных напитков, но и к нашему настрою на выходные. Если в пятницу ничего не спланировать, действительно можно остаться и без субботы, и без воскресения. А в контексте будущих событий – без крещения. К слову, сегодня вечером мы покажем вам, как готовят купели для куполей. Так что не пропустите ни сюжет, ни приближающиеся выходные. Начинайте планировать прямо сейчас.